В Москве начали работать 4 новых причала для речных электросудов. Таким образом, доступ к инновационному транспорту получили жители сразу нескольких районов города. Инфраструктуру продолжают развивать и до конца следующего года в столице появится еще 5 причалов и 10 новых электросудов. Ксения Поликарпова узнала, сколько за это лето такого транспорта перевоз пассажиров. Я либо на Сигвей добираюсь, либо вот так вот на трамвайчике, и потом тоже на Сигвей. Сколько времени тратите на дорогу? Ну, где-то минут 40. По воде через мост Багратион, мимо Дома правительства и сталинские высотки. Так Татьяна Шомина добирается от хорошего мневников до мастерской на Киевской как минимум раз в неделю. На палубе большие панорамные окна, смотреть на столичные виды удобно в любую погоду. Этот маршрут открыли в июне 2023 года. Он связал Киевский вокзал с причалом сердца столицы в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. В июне этого года маршрут продлили. Открыли новые причалы Парк Фили и Береговой. Сейчас его общая протяженность 12 километров. В сентябре на маршруте появилась еще одна остановка – Краснопресненский парк. По второму маршруту от причала Зил до Печатников электросуда пошли в конце сентября прошлого года. Через Кленовый бульвар, Южный речной вокзал, Нагатинский затон. На маршруте в сентябре добавились еще три остановки – Затон Новинки, Коломенская набережная и Нагатинский. Сейчас электросуда курсируют по двум маршрутам общей протяженностью более 20 километров. У жителей двух десятков районов появился альтернативный способ добраться, к примеру, до места работы. А к 2030 году в Москве планируют открыть семь регулярных речных маршрутов. Я живу рядом с сердцем столицы и работаю как раз-таки на Киевской, поэтому я решила прокатиться по данному маршруту. Здесь безопасно, классные панорамные окна, тепло, можно спокойно попить кофе, в целом спокойно доехать. У сына день рождения, в этот прекрасный день мы решили посмотреть виды нашей столицы. Очень интересный интерьер, нравится, как бесшумно идет и очень гармонично. Здесь именно удовольствие от прогулки на воде, это так успокаивает. Можно пофотографироваться, потому что хорошее освещение, много окон. Как рассказал замэр Максим Лексутов, всего в городе 18 причалов регулярного речного электротранспорта. За лето электросуда перевезли около 450 тысяч человек. Инфраструктуру для инновационного вида транспорта в столице продолжают развивать. До конца 2025 года в столицу поступят еще 5 причалов и 10 новых электросудов. 8 из них уже заложены на верфи. Новые электросуда позволят развивать как действующие маршруты, так и запускать новые. Электросудно рассчитано на 50 человек. В салоне всегда работает Wi-Fi, есть разъемы для зарядки телефонов, их два, USB и Type-C. Кроме того, предлагают аудиоэкскурсии от московского транспорта. Речной транспорт в Москве это не просто туристические маршруты, а это новый вид регулярного всесезонного общественного транспорта. Электросуда собираются на территории Российской Федерации. И, естественно, они учитывают современную экологическую повестку. Поэтому важно отметить, что те суда, которые курсируют по Москве и реке, они не загрязняют ни воду, ни экологию. Электросуда интегрированы в систему столичного транспорта, поэтому оплатить поездку можно картой тройка, банковской картой или по биометрии. Тарифы скорректировали. Теперь речная прогулка при оплате тройкой стоит 300 рублей в будни и 450 в выходные. А по биометрии дешевле 200 рублей. Для детей до 7 лет проезд бесплатный, но ребенок должен быть в сопровождении взрослого. Ксения Поликарпа, Ефим Петров, Александр Кнышев, Алексей Трофимов, Москва, 24.